Всем привет! Вы на канале Дядя Фёдор из Германии. И сегодня мы опять на кухне приготовим вот такой красивый, такой замечательный люля-кебаб в духовке. Пока мы будем готовить его, вы не забывайте подписываться на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите мне и нажимайте на колокольчик, чтобы быть извещенным о всех новых видео, которые выходят на канале. И приятного вам просмотра. Чтобы приготовить люля-кебаб, я взял фарш, половина фарша, килограмм фарша здесь, половина говяжья, половина свиное. Также я две луковицы натру на терке. Вот это натёртый лук тереть, это такое дело. Можно и пальцы туда натурить. Надо очень быть осторожным и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дух попался злой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Лук я добавляю в фарш сюда. Теперь я буду резать зелень. Можно кориандр. Можно петрушку брать. Мы взяли петрушку. Стебли я отрезаю. Сейчас буду мелко нарезать. Продолжение следует... Мелко у меня не очень получается резать. Продолжение следует... Будем вот так рубить. Продолжение следует... 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 Зелень я также добавляю в форш. Сейчас будем добавлять специи. Теперь мы добавим соль, перец, добавляем по вкусу, также мы добавляем кориандр, немножко паприки и добавляем зиру. Зиру мы с первого помяли немножко, чтобы размять ее, немножко размельчить и теперь все это мы будем замешивать. Хорошо перемешаем его и потом будем его взбивать, чтобы оно у нас было плотным. Хорошо размешали его, теперь его надо немножко взбить, прям вот так в чашке. Хорошо должен был взбивать, чтобы оно было плотным, таким, чтобы оно держалось на палочках. Так, хорошо, хорошо сколачиваем его, получается вот такой фарш. Так, хорошо, хорошо. Фарш у нас готовый, сейчас мы его поставим в холодильник, он там постоит полчаса, потом будем формировать, потому что если фарш жирный, он должен быть холодным, чтобы держался на палочках. Эти палочки мы замачиваем в теплой воде, ну как теплая комнатная температура, чтобы они были такие влажные, сырые, чтобы они не обгорели в духовке. Для подачи реля-кебаба на стол мы его посыпем маринованным луком. Для этого мы берем лук красный, нарезали его кольцами, где кольцами, где полукольцами. Добавляем нарезанный мелко укроп. Также мы соль немножко добавим и ложечку сахара. Лимонный сок мы сюда выжмем. И все хорошенько перемешаем. Вот так мешать будем руками, чтобы лук у нас отдельными кольцами разошелся. И оставим его мариноваться. Прошло время. У нас фарш постоял в холодильнике. Вот остыл немножко. И теперь мы будем его на такие вот палочки насаживать. Для начала мы руки наши в воде намочим. И будем убрать вот столько фаршу. Это вот так. И будем формировать такие котлетки. Вот такие вот люляшки мы сформировали. Сейчас мы их положим на противень. И отправим в духовку, разогретую на 190 градусов. Поставим их на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке, как она печет. Сегодня мы приготовили вот такой замечательный люля-кебаб. Такой красивый, сочный и вкусный. На этой приятной нотке я закончу это видео. Этот небольшой ролик. Всем, кто смотрел нас до конца. Спасибо большое. Не забывайте подписываться. А я вам желаю крепкого здоровья. Всем мирного неба. Счастья, любви и удачи. До свидания. Пока-пока. До свидания.